Здравствуйте, с вами Оксана Пушкина. В эфире программа «Я подаю на развод». Сегодняшнюю историю мы назвали «Музыкант и его женщина». Александр Левшин – известный музыкант, композитор, режиссёр, певец, лауреат премии ТЭФИ, заслуженный артист Российской Федерации. Какие женщины в его жизни сыграли ключевую роль, с кем он сохранил отношения, а с кем разошёлся навсегда. Сегодня он впервые расскажет нам всю правду о своей тревожной, но счастливой творческой жизни. Приглашаем Александра нам в студию. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Присаживайтесь. Да, название многообещающее. Многообещающее. Вы знаете, я вам сразу хочу в виде эпиграфа. У меня есть такая песня, напеть это четверостищее. Не будьте ко мне равнодушны. А впрочем, о чём это я? Я сам с вами был непослушным. Но раны уже не болят. Не будьте ко мне равнодушны. Ой, мы совсем неравнодушны. Давайте посмотрим видеосюжет об Александре. Музыка вошла в жизнь Александра Левшина с самых ранних лет. Я прослушал 2-3 пластинки Битлз. Я был совершенно ошеломлён энергетикой этих молодых парней. И во мне проснулась музыка. Я стал слышать музыку внутри себя. Ибо музыкант – это тот человек, который слышит музыку внутри себя. Ещё в школьные годы Левшин начинает играть в группе «Авангард», которую уже тогда собирала 2000-е стадионы. Всё, у-у-у-у, а-а-а, потом, посмотрите на меня! Они поворачиваются. Делаешь такую козу какую-нибудь пальцами, говорит, правда взаимосвязь между жёлтым фонарём и нашим свечением наших сердец. Всё, у-у-у-у! Катарсис полный. Проходит несколько лет, и Александра забирают в армию. Отслужив, он не потерял тяги к музыке и едет покорять Москву, где устраивается в группу «Коробейники». Я говорю, да я пришел на прослушивание. А для чего? Да я хочу к вам устроиться на работу. Они засмеялись. А что ты умеешь? Я говорю, да я вообще суперкрутой такой, что нереально просто. Они говорят, в каком смысле крутой? Вон там гитару, возьми. И я пошел на сцену, а что мне? Я в себе уверен. Позже он знакомится с Аллой Пугачевой, с которой впоследствии проработал 30 лет. Да выйди же сюда, в небосеканке, из тебя не до флора, с тобой мы прошли. После ухода Примадонны с большой сцены, Александр Левшин начал заниматься сольной карьерой. Мы дружили, потому что не могли, не дружи. Мы любили, потому что не могли, не любить. И мы дружим, потому что между нами года. И мы любим, потому что за нами спа. Скажи мне, пожалуйста, как тебя вообще занесло на сцену? Как ты там появился? Я учился в Мытищах, Московской области. А у нас один парень учился в школе, у него папа дипломатом был. И в советское время, вы представляете, привез виниловую пластинку Битлз. Я лег под Ригонду, такая Ригонда, знаете, такая интересная штука, приемник с вертушкой. И прослушал первую жизнь их музыку. Я совершенно ошалел от нервного стресса. Это сколько лет было тебе? Я был в школе, наверное, в классе шестом-седьмом. Лет 12-13. Да, лет 12-13. И я понял, что меня это очень сильно задело. Я без этого не могу существовать. Саша, в школе был какой-то ансамбль, в школе ты играл? Да, у нас был в школе ансамбль из двух гитаристов. Я вспоминаю, был такой Сережа Брыксин в Мытищах. Он такой немножко странный парень был, но на гитаре играл чуть-чуть лучше меня. И мы с ним играли вдвоем на акустических гитарах какую-то музыку. И мальчишки, и девчонки танцевали. Я сейчас не помню, что мы играли. Но это все выросло в какое-то внутреннее, даже я бы сказал, утверждение, что у меня получается, что надо этим продолжать заниматься. И я сначала пришел в такую смешную группу с названием «Гладиаторы». Мы играли что-то очень умное. А потом я пришел в группу «Авангард», которая образовалась в Мытищах. Это была очень популярная группа в том регионе. А потом были корабельники, насколько я знаю. После армии. После армии. В армии у меня была интересная история. Я своим коллективом, который назвал резервы крупным почерком, большого забоя мелким почерком для молодежи. Медицинские училища ездили, там много девчонок было, педагогически. Общежитие варили нам обеды. Потому что мы играли про любовь, пели песни. И были очень популярны в тех местах тоже. И как простой парень, в общем, без особых связей попал в довольно известный коллектив «Коробейники»? Я слово «связи» в те годы употреблял только по поводу девушек. Я понимаю. Да, ну возраст такой. Но, вы знаете, когда я пришел из армии, я почувствовал, что я хочу путешествовать. И мне мог позволить образ жизни только в движении Вио, который нарастал. Он нарастал, как снежный вихрь. Еще не было этих ласковых маев и так далее. Были просто первые коллективы, замечательные. Вот многие здесь сидящие мои любимые товарищи. Помнят. Вио-движение – это были государственные предприятия. Ребята играли, значит, что-то про комсомол, про вечную стройку. А в проигрышах начинался кусочек из «Земля, ветер, огонь», из «Битлз», там «Тундру-ту-ту-ту-ту-ту», риф, потом «Мы с вами», потом опять «Тундру-ту-ту-ту». Вот в этом облаке эмоций я и полетел в карабейниках на гастроли. Ну, вообще... Ну, а как попал? Ну, в «Матищах» я жил, я не знал Москвы. Я слышал, мне сказал один парень, что веселые ребята играют одну песню «Битлз». Ну, правда, она говорит, на русском языке, говорит, ну, ты, говорит, сделай вид, что ты не обращаешь внимания. Я говорю, ну, ладно, ну, все-таки это же фирменная музыка. И я говорю, а в какой ДК? Мне сказали, я перепутал. Я перепутал станции метро, пришел в другое ДК. Я был в полной уверенности, что это веселые ребята. И жду, когда будет «Облади-облада» звучать на русском языке. Я просидел два часа, один в зале. Ребята поют, великолепно поют, шикарно поют. Там, кстати, гитаристом был Семенов Владимир, который потом написал «Звездочка моя ясна». Я с ним работал первые годы. И они говорят, а что ты сидишь здесь? За концерт надо деньги платить. Я говорю, я вообще на работу пришел устраиваться? Они говорят, в каком смысле? Ну, я вот, а кто ты? Говорит, да я вообще, я крутняк, сказал я. Нагло заделев носик. Они говорят, ну, на гитару спой. Я спел ему ударник в родной тональности. Музыканты знают, там, наверху ду диез. Там, ну, страшная история. Пол Маккартный же гениально поет. И я спел эту песню, и они в шутку написали заявление о том, что просим уволить нас из тем, что пришел хороший вокалист и хороший гитарист. Первая женщина из тех великих женщин, которые по твоей судьбе прошли. Кто эта женщина? После моей любви к Лидзеппелин и к Битлз, я думал, что я приоритеты никогда не поменяю. Но я приехал в Питер. Это вообще моя родина, город Ленинград по паспорту. И я приехал, выстоял очередь, купил билет на первую в Советском Союзе рок-оперу, которая называлась «Арфея Эвредика». На сцене стояла женщина. Молодая, красивейшая женщина, поверьте мне. Я совершенно ошалел от ее голоса, от ее красоты. У нее особое питерское, ленинградское, я бы даже сказал, стать. Ну, не знаю. Я говорю о великой... Спокойно. А теперь внимание на экран. Эх, мама рода. В 70-е годы в группу «Коробейники» приходит Ирина Понаровская. Мы встречаемся с Ирой, потому что ей понадобился коллектив, с которым она могла бы работать. И мы договорились, что первое отделение будем работать мы, с моей музыкой, с другой музыкой, с нашими вывертами. А потом выходит Ира Понаровская, и мы играем, и поем, и подпеваем, и так далее. Певица сразу поразила Александра Левшина в самое сердце. Я понял, что это самая красивая женщина, которую я видел вообще. В то время она меня просто... у меня башня вспыслила. Она такая светилась, она была и умная, и сентиментальная. Ну, не знаю. Для меня это было вот как для некоторых Мерлин Монро. Прошли годы, но музыкант до сих пор не может забыть Понаровскую. В моей душе она до сих пор живет, как фея моих сказок. Ирина Понаровская. Очень красивая, очень талантливая женщина. Она одна из моих светочей в моей душе. Мой Бог Ирочка роскошная просто женщина. Саш, как сложились отношения, как складывались ваши взаимоотношения? Творческие, а может быть, и не только творческие, дружеские. Никаких вот таких отношений близких, как мужчина и женщина, не было. Но симпатия с меня читалась. Я был молод, я был, может быть, легкомыслен. Я лупал глазками, я, значит, какие-то искры из меня сыпались. Она на меня тоже благосклонно смотрела, и мы даже договорились вместе работать. Не знаю, до чего бы дело дошло, но я до сих пор ей благодарен за мое огромное восхищение. Я хочу только сказать одно. Можно? Да, да, да. Я даже для этого встану. Я на секунду. Да. Ира, я перед тобой виноват. Прости меня, пожалуйста. Потому что в тот день, когда мы должны были работать на малой спортивной арене в Лужниках, я по воле судьбы пришел на студию «Мелодию» сыграть партию гитар, песен «Как тревожен этот путь», «Дежурный ангел» для одной певицы, которой я тоже не был знаком, я звалял Пугачева. И я потерялся. Она мне, Алла, пригласила чай пить, и я ушел чай пить на 30 лет. Прости меня, пожалуйста, Ира. Саш, специально для тебя из Петербурга, из твоего родного города, приехал твой друг и коллега Альберт Асадулин. Поприветствуем. Здорово, дружище. Это Арфей. Как познакомились с Александром? Я сначала увидел его на сцене, а потом, ну, так случилось, что мы просто... Вот, знаете, когда идут просто два человека, они говорят «Привет, привет». Легко-легко. И с тех пор? И с тех пор все. Вот. И потом появилось буквально тут же, долго не заставилось себя ждать, наша первая работа. И Саша уже просто специально писал, через некоторое время он мне позвонил, сказал, что «Алька, приезжай». И у нас появилась песня «Свет любви». И участие в пластинке в моей виниловой, несколько песен. Дело в том, что, товарищи, вы понимаете, Альберта Асадулин обладает уникальным голосом. Я сейчас как музыкант говорю, такого голоса больше нет. Ты что-нибудь помнишь с тех лет? Ну, хотя бы двустишных. Хотя бы. Ну, пожалуйста. Хотя бы. Ну, может, я встану туда? Да, конечно. Это фрагмент выходной арии, но песни Орфея. Не срывай его, золотой цветок, где росы, непорочная капля. Ты опустись на траву и сквозь хрусталик росы посмотри на мир, посмотри на солнце, на солнце. Ну и так далее. Алик, у меня к вам вопрос. У вашего друга на протяжении всей жизни было немало великих женщин. То есть так его судьба, да, сталкивалась с великими женщинами. Какое счастье. Какое-то счастье. Но со всеми великими женщинами общаться сложно. Все женщины были, да, с характерами. Как он подстраивался под них? Ребята, Саша очень светлый человек. Удивительно светлый и чистый человек. Таких людей очень, очень мало. И поэтому его музыка, то, что он пишет. Почему то, что он написал, я мгновенно просто сделал, потому что это был свет любви. Это не той любви, уверяю вас, которая, знаете, между мужчиной и женщиной. Это тот свет любви, который идёт оттуда. И это, это взяло и меня тогда, этой песней просто, эту песню я мгновенно просто захочел исполнить. Я не сомневаюсь, что этот свет и брал всех других женщин. Я так думаю, Саша. Потрясающе. Женщина, которая поёт, женщина, которая чудо, живая легенда, Примадонна. И всё это Алла Пугачёва. С ней Левшин прожил бок о бок 30 лет. Прожил. Звучит очень грозно. Всё, внимание на экран. В 1980 году Александр Левшина приглашает на запись песен в студию «Мелодия». Именно там он впервые увидел Аллу Пугачёву. В конце записи входит через стекло. Я стою в студии, в аппаратную. Роскошная женщина с такими волнистыми волосами, длинными, и вот с такими глазищами. У любви твои ресницы и твои глаза. Я в эти глаза через стекло как нырнул. Я не знаю, что это. Это какой-то... Ну, фрейд рыдает надо мной. Это какой-то подсознательный. Я нырнул, и я много лет не знал, как выбраться оттуда. Алла Борисовна приглашает Левшина в свой коллектив. И на протяжении 30 лет музыкант работает с Примадонной в группе «Рецитал». Все эти годы Пугачёва была до Левшина музыкант, которая заставляла его творить больше и больше. Я сказал Алле Борисовне много лет назад. Я буду с вами до тех пор, пока я вам буду нужен. Когда она выходила, и каждый концерт с теми же самыми песнями был разный, меня это поражало, меня это вышибало. Она на сцене творила энергетические чудеса. Сашок, ну скажи, при всём честном народе громко и чётко. Виноват он? Виноват. Вы знаете, говорю Аллу Борисовне, я в конце каждого концерта плачу с нами. Меняйте, дядька. Чао, чао, дорогой, люби. Вот я никогда не поверю, что ты в неё не был влюблён. Я, конечно, влюблён. Я до сих пор чувствую волнение, когда я думаю об Алле Пугачёвой. Но, понимаете, я в молодости понял одну вещь, которую обычно мужики понимают позже. Не надо связывать восхищение и уважение с рефлексами. Потому что это приходит потом, попозже. Мы, когда нам нравится, мы как, знаете, как «у-у-у, нравится, иди сюда». Нет. Вот я понял, что я в тот момент не был в том статусе. Мне нечего было предложить ей. Ирина Понаровская. У меня башню стусло. Алла Пугачёва. Я в этих глазах как нырнул, и я много лет не знал, как выбраться оттуда. Людмила Зыкина. Она удивительно тепло, каким-то теплом на тебя воздействует. И целительница Джун. Тебя люблю, Саша, люблю. Откровенные истории о личной жизни музыканта Александра Левшина и его женщин. Скажи мне, пожалуйста, а в целом, Алла, как повлияло не только на твоё творчество, может быть, на твою жизнь каким-то образом? Ну, можно сказать одной фразой, такой громкой фразой. Я положил 30 лет своей собственной жизни, а срок жизни не очень большой в итоге, к её ногам. 30 лет. Я, знаете, сейчас думаю, а что бы я сделал за эти 30 лет? Но история не терпит сослагательного наклонения, это во-первых. Первые лет 15 я был счастлив, как марсианский кролик. Я летел. А потом я стал оглядываться. Кстати, спасибо ей огромное, она мне помогла поступить в ГИТИС на режиссёрский факультет. Меня не приняли в один институт. Я к ней прихожу и говорю, Алла Борисовна, всё, я свободен, еду на гастроли. Меня не приняли. Как? Моего музыканта не приняли. И началась история. Короче, она меня посадила в чёрный Мерседес. Я помню, Евгений Борисович Болдин сел за руль, тогда муж и директор. И возили меня, я помню, рыжая голова открывает дверь в экзитуционном этом зале, в аудитории. Левшин приходил, все в шоке, Пугачёву. И я пришёл, спел какую-то басню Крылова на гитаре в стиле кандре. В общем, можно было не принимать. Но магнетизм этой женщины мне не раз помогал, если честно. Но самое главное, ради чего, наверное, я сегодня с высоты лет могу сказать. Я, когда выходил с ней на сцену, я чувствовал себя счастливым человеком. Потому что мы рубились. Рубились. Вот и всё. Саш, я знаю, что ещё в тот период, в тот же период, да, ты познакомился ещё с одним человеком, который очень тепло о тебе говорит, Владимир Петрович Пресняков. Всё, внимание на экран. Я давно был уже знаком с Аллой Пугачёвой. Тогда с Сашей познакомился, и мы стали общаться. И очень-очень-очень он мне по душе пришёлся, прежде всего тем, что для него главное была эта музыка. Не деньги, не какие-то там известности или ещё что-то. Всё, совершенно помешанный на музыке человек. Вот как поётся в этой старой песне советской, как он был, таким и остался. И уже вроде в годах посидел, как и все мы, но очень остался таким романтичным человеком. Саш, я хочу, чтобы к нашему разговору ещё присоединился один твой друг, администратор Аллы Борисовны Пугачёвой, истинный ценитель женской красоты, Олег Непомнищий. АПЛОДИСМЕНТЫ Олег, здравствуйте. Можно я поздоровался? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я поздоровался. Присаживайтесь. Олег, я хочу проставку всё-таки спросить. Правильно. Что за человек? Когда я пришёл, я Аллу-то давным-давно знал, вот, мы не скрываем никакие возрасты, а пришёл я в коллектив, вот в этот рецитал, уже в 83-м году. И вот тогда мне нужна была поддержка, потому что коллектив сложный, музыканты – это вообще сложный организм, это непростой, как и балет, а там ещё и балет, причём большой балет. Ну, техническая часть, я с ними сразу нашёл общий язык, свет, звук, я типа всё понимаю, всё нормально. А вот музыканты, как только я выхожу там куда-то, раз, сидят музыканты, вечные репетиции, всё же, вьём же. И я, естественно, присутствую. И вот я смотрю на оркестр, и сразу глаза вот эти вот, вот этого человека. Почему именно его, Олег? Он, от него исходила какая-то, вот правильно говорили, доброта и такая успокоенность, что ли, жизненная. И он вот так вот делал глаза, то есть всё в порядке. И уже спустя много времени, когда уже мы расстались с Пугачёвой, я стал работать с Киркоровым, прошло энное количество времени, вдруг мне Филипп сообщает, к нам приходят два Аллыных музыканта. Я говорю, кто? Он говорит, ну, покойный ныне Юдов Саша и Саша Левшин. Я говорю, ну, всё, слава Богу. А как Левшин в конфликтах себя вёл? Вот... Он шёл на амбразуру? Нет, нет. Или как? Он очень осторожно относился к конфликтам и очень иногда я удивлялся, как он разумно... Ну, например, один из конфликтов, там нужно было добавить немножко денег балетным. Я всё время за балетных, потому что это тяжёлый труд, это требующий, во-первых, затрат. Одни колготки, чего тогда стоили, вы понимаете? Мы покупали в Америке, я помню, и искали, где подешевле эти колготки, где купить и так далее, и так далее. И были конфликты вот на почве этого дать деньги не дать. И я помню, что Левшин как раз поддержал меня в этом смысле, но очень осторожно. Очень деликатно. Очень деликатно, очень осторожно, чтобы не создать более конфликтную ситуацию. Ты помнишь? Знаете, можно я скажу? Я тогда пришла в 82-м году, я устроилась на работу в ансамбль «Синяя птица». Мои друзья все любимые. Да. И мы пересеклись в Сочи. Мы жили в одной гостинице, Алла Борисовна, фестивальная, да, по-моему, там эта площадка, фестивальная, по-моему, да, зал в Сочи? Да, фестивальная, да. Вот. И, ну, я тогда только устроилась на работу, я ещё никого не знала, кроме «Синей птицы». И вдруг приезжает, представляете, Алла Борисовна, значит, приезжают её музыканты, и они начинают со мной, а я совсем молодая девчонка, и мне, конечно, всё безумно интересно, мне хотелось с ним совсем познакомиться. Я говорю, ребят, так охота попасть на концерт к Пугачёму. Ну, он говорит, Левшин тебя проведёт. Ну, я так подхожу, говорю, Саш, проведите меня, пожалуйста, на концерт. Ты помнишь это, да? Помню. А он мне говорит. Ну, ну, пошли. Идём мы с ним. Вы знаете, вот, я вам, вот, я вам честно говорю. Вот он меня привёл, посадил, сказал мне такую фразу, как сейчас помню. Смотри, не обгрызи здесь вот этот, от восторга. Вот этот вот гранитный. Я сидела с звукорежиссёром. Вы знаете, когда она вышла и начала петь песню просто, вот это действительно, он правильно говорит, вот этот первый состав, я их запомнила, потому что это понеслась какая-то волна такого, какого-то огня в зал, от неё, от них, они были все на одной волне, они её безумно все любили. Саша, я хочу вспомнить сейчас ещё одну великую женщину, которая была в твоей жизни. Это царица русской песни Людмила Зыкина. Всё внимание на экран. Александра Левшина и Людмилу Зыкину познакомил её директор Надежда Кущенкова. Она села в торце этого стола, там была куча еды и всякое тет-тет-тет. И она посмотрела на всех, и она не сказала здрасте. Она сразу запела. После этого Левшин стал частым гостем в доме великой певицы. Я часто с ней беседовал, я очень любил с ней разговаривать. И самое потрясающее, что когда ты тет-а-тет сидишь с Зыкиной рядом, разговор какой-то удивительный. Она тебя взглядом анализирует, просвещает, просканирует. И в то же время она удивительно тепло, каким-то теплом на тебя воздействует. Саш, скажи мне, пожалуйста, про Аллу мы поговорили, да? 30 лет к ногам. Кем была Людмила Георгиевна в твоей жизни? Знаете, мне так повезло. Мне повезло именно в производственных отношениях, почувствовать эту царицу. Действительно царицу. Это женщина, которая только заходит в помещение, и воздух меняется. Мы ездили в советско-китайский фестиваль. Два месяца я просто взял камеру и говорю, давайте я с вами поезжу. Китайский язык. Маленькая зарисовка. Но ни разу ни русский, даже ни английский. Они не знают ничего, кроме китайского языка. Ресторан в тысячу мест. Полный зал. Ансамбль ее, замечательные ее певицы, которые с ней вместе пели, баянисты. И она входит, как пава, знаете, как в русских сказках, такая вот, вот рукой машет, так вот. И она начинает петь без микрофона и ходить по этому ресторану. Бедные китайцы. Они как будто ударены электрическим током. Они за ней гуськом стали ходить. Языка-то не знают. И еще об одной великой женщине в жизни Александра я хотела бы сейчас вспомнить. Женщина-феномен, женщина-загадка. Великая Джуна. Все внимание на экран. В 1986 году Александр Левшин вместе с Аллой Пугачевой выступал с концертом в Чернобыле. Когда музыкант вернулся в Москву, у него стали проявляться последствия радиации. В результате Левшин попадает в больницу, но врачи не смогли помочь музыканту. И он решает обратиться к целительнице Джуне. Он немножко такой, знаете, не желтоватый был, а так, зелень желтизной, вот так можно было сказать. У меня уже легкие начали. Да. Джуна лечила Левшину на протяжении двух месяцев. Я его стала лечить. Я работала на его легкие, конечно, и на печень. Ну, чувствую, что уже наплыв идет, там вся гадость выйдет. И я его подвела туда. К раковине. К раковине. И ударил ему по спине. Как врезал по спине таким кулачком острым. Для музыканта целительница стала человеком, который совершил чудо и вернул его к жизни. После того несчастья семью Левшиной и Джуну связывает крепкая дружба. Чтобы базар или вот что-нибудь такое, знаете, неприятное между нами, да, этого у нас никогда не было. Нет, никогда не было. Никогда. Тебе люблю, Саша. Но, Саша, правда. Саша, Джуна вылечила тебя, да? Она вытащила меня уже с того света, потому что ни один антибиотик ко мне уже как-то не имел никакого отношения. И, понимаете, как получилось. В 86-м я с Аллой Пугачевой был в Чернобыле, а в 89-м меня вытащила с того света Джуна. Они, кстати, непримиримые женщины. Они так и не смогли подружиться. У них вообще страшные отношения, не отрегулированные были, там всякие инциденты. Не получилось с дружбой. Джуна делала несколько попыток приблизиться к Али. И Алла тоже просила Джуну приехать. А даже Джуна один раз приехала на Тверскую к ней в гости. Но, понимаете, ничего путного из их личных общений не получилось. Давай, Саша, услышим об этом из уст самой Джуны. Внимание на экран. Вдруг, когда эта моя песня должна была первая, как вступление на сцене, кто она такая сказала? Тут Кальяна встает и тост говорит. И говорит, вот Джуна, ты звезда и Алла звезда. Я говорю так, я, во-первых, не звезда, я не такая певица, как Алла. Мы, молодые, всегда танцевали под ее песни. И она подходит, мне хватает за волосы, вот так, и говорит, а ну-ка, выпей. Мне потемнело в глазах, я как сидела, локтем ей вдых. Потом ваза такая с цветами. На голову одела. Страшный стой. И пошла в разнос. Они все меня держали. Ребята, я их всех разогнал. Я вижу, платье у меня в крови. Так было, да. Меня зарезали, да? Я сейчас всех зарежу. Ну, я взяла ногой, как выбила двери. Села в лифт и стою. Думаю, где же они меня зарезали? Я вернусь? А ты же вернулась, по-моему, да? Вернулась. Думаю, сейчас глаза ей достану. А у нее тут... Короче, темперамент такой, что «мама не горюй» называется. Никто не мог ее вырвать с моих рук. Кристина кинулась ножом. Если бы Кристина не кинулась бы с ножом, я не сделала бы это локтем и эту вазу, понимаете? Ну, Кристина, ты девочка моя, ты что, убийца с ножом накинулась на меня? За что убивать? Я мать, у меня ребенок. Саш, но это... Это видение Джона, да? Это видение ситуации Джона. Две великие схлестнулись женщины, что-то не поделили. Скажи мне, пожалуйста, а как они разрулили этот конфликт? Я люблю Аллу за то, что она великая певица. И много нам спело такого, что до сих пор никто даже близко подойти не может. А с другой стороны, я считаю Джуну волшебницей. Она меня взяла вот так вот и вытащила с того света. Как к этому относиться? Я не знаю. Я бы хотела сейчас в студию пригласить друга Саши, Владислава Медяника, который считает, что у Александра все получится и без Аллы Борисовны. Ирина Понаровская. У меня башня стеснула. Алла Пугачева. Я в этих глазах как нырнул, и я много лет не знал, как выбраться оттуда. Людмила Зыкина. Она удивительно тепло, каким-то теплом на тебя воздействует. И целительница Джуна. Тебя люблю, Саша, люблю. Откровенные истории о личной жизни музыканта Александра Левшина и его женщин. Слав, а скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, почему вот его так женщины любят, ему так доверяют, в плечо ему выплакивают все свои вообще печали и беды. Что в нем такое есть? Харизма. Харизма? Конечно. Мужская харизма, мужской такой, от него идет, наверное, такое тепло. Хорошо. Я вот у него спрашивала, но он как-то так очень дипломатично ушел от ответа. Все-таки, почему ни с кем из женщин у него не завязались романтические отношения? Потому что у него прекрасная жена. А когда, Саш, когда ты женился? В 77-м году. Это период творческий, что было? Это вио-карабейники. А, ну понятно. Меня ей подарили на день рождения. Просто у парня не было денег, а он вспомнил, что там могут накормить, поскольку день рождения. Он говорит, пойдем поедим. Я говорю, пойдем, у меня тоже денег мало было. Мы заходим в квартиру на белорусской. Маленькая такая женщина к красивым коре, черные волосы. Он говорит, что ты пришел? У тебя же день рождения. А, да, 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 да. Слушай, ну иди корми. Он зашел буквально на полчаса. Это вот Саша Юдов был, с которым мы много лет проработали. Олег о нем говорил. И я остался там. А утром она мне сказала, накормив меня полу-недожаренным к весу, чай с гвоздиками я ненавижу, и кубинский ром, я выпил бутылку. Она сказала, раз ты мой первый мужчина, ты на всю жизнь. Сергей, вот ты сегодня с твоей женой, да, в студии. Как жена реагирует на поклонниц твоих? Ну, это, наверное, у нее надо спросить. Ну, мы вообще с Катериной, мы не расстаемся никогда. То есть Екатерина, она... Ирят, я знаю, что вы дружите, да, с Александром и давно. Да, да, мы дружим очень давно, и я, честно сказать, уже даже не помню, сколько это лет и при каких обстоятельствах мы познакомились. И, возможно, когда мы познакомились, мы как-то уже заведомо знали друг друга. У Михаила Саевича Танича и Лидии Николаевны дома. А, понятно. Через год, как ты пришел. А это, знаете, что этот человек 15 лет с Михаилом Саевичем проработал в легендарном... В легендарной истории Лисоповал. Вот это голос Лисопова. Спасибо. Да, и я хочу сказать, что когда мы... Саша сделал нам очень много концертов, причем не просто обычных концертах, там, в ДК, в залах, а это были концерты, куда артистов везли просто самолетами. И не одним, а... В качестве режиссера, да, Саша? Я продюсировал и режиссер. Продюсера, да. Вот мы с Володей ездили. Я так понимаю, что они тоже этим занимались всей семьей. Тогда Али еще, Сашин сын, он был совсем маленький, да. То есть, ну, у нас с ним есть разница в возрасте. Он немножко изменился, да. Я его знал дальше маленький. Мы его скоро увидим в нашей студии. Он вырос, и теперь он нам делает концерты. Да. Вы знаете, к сожалению, нам нужно отпустить, да, Альберта? Очень жаль. У него поезд. Питеру привет. Спасибо. Приезжайте к нам еще. Спасибо большое. Спасибо огромное. Сейчас я бы хотела представить и пригласить к нам новую планету в орбите Александра Левшина. Женщина-певица, которой он очарован, для которой он пишет Любовь Шипилова. АПЛОДИСМЕНТЫ Присаживайтесь. Любочка, как вы познакомились с Сашей? Уже я не вспомнил, да, Саш, в каком это было? На концерте. На концерте памяти Михаила Круга. Да. Мне нужно было идти на сцену, я очень переживала, там, песня Мишина красивая, я так нервничала. Вот мне сейчас уже идти-идти подходят два красивых мужчины, Али и Саша, говорят, вы знаете, вы нам так и нравитесь. Вот ваше творчество, у вас такая душа, ваши песни хорошие, у вас такой голос интересный. А у меня глаза уже в разные стороны, мне же надо на сцену идти. Я говорю, можно сейчас спою, потом поговорим. А они говорят, хорошо, хорошо. Это ты с сыном, да, был? Да. Мой сын и продюсер. Он просто вырос. И с этого все началось. Саша, я знаю, что вы с Любой приготовили нам сюрприз. Да, это премьера. Премьера. Ну, давайте. Если вдруг голос мой в ночи растает, Если вновь след в душе твоей оставит, Ты знай, что это песни наши звуки, Что пел тебе я в грустный час разлуки. Если вдруг не случайно в нашем доме Ты найдешь фотоснимок мой в альбоме, Помчат обратно прожитые годы И станет горьким сладкий вкус свободы. Давно чужими с тобой мы стали, Не повторится весна между нами. Чужими стали потоки дней, Что пролетают все быстрей. Чужими стали потоки дней, Что пролетают все быстрей. Чужими стали потоки дней, Чужими стали потоки дней, Что пролетают все быстрей. Очень красивая песня. И я не знаю, конечно, Я завидую твоей жене искренне абсолютно. Я думаю, что миллионы женщин сейчас, Сидящих у экрана, Тоже испытывают подобное чувство. Ты удивительно, конечно, Ты, конечно, счастливый человек, Счастливый мужчина. Я знаю, что твоя жена человек не публичный. Ну, у каждого, да, Она имеет право, Но тебя в студию пришли поддержать Сын и невестка. Встречаем Али и Лейла у нас в студии. Сюда, пожалуйста, проходите. Али, насколько мне известно, Ты на сегодняшний день продюсер, Менеджер, Что еще? Директор. Все, все. И сын. Абсолютно. И сын. Самый главный сын. Но у меня и жена помогает. То есть вы вместе Да. Занимаетесь папой. Да. И всем его творчеством. Ребят, трудно? Работается. С папой нет. Ну, с отцом нет. А с тем трудно? Нет, просто это вопрос, Если бы мы были чужие люди, Это было бы одно. Сейчас я услышу много интересного. Если бы мы были чужие люди, Было бы много недопониманий, Были бы проверки, Вот эти вот нюансы, Финансовые, денежные. Здесь вот этот вопрос, Он сразу отходит. Потому что у нас за кулицами, Как говорится, Ну, разговоры разные бывают, да? Да, я вот знаю. И все проходит по-разному. А здесь у нас это все, Ну, проходит мимо, Потому что отец и сын. Да, только творчество. Я знаю, ребят, другие примеры, Когда как раз вот все, что угодно, Только не с родственниками. Знаете, поэтому для меня, например, Это удивительный у вас союз. Нет, я знаю пример, Когда если дружите, то дружите. Если бизнес, то бизнес. Дружбы в бизнесе не бывает, да? Бывают такие моменты. А в семейных отношениях, Думаю, что это нормально. Али, вот сейчас папа стал петь В жанре шансон. Я знаю, что именно ты уговорил А что уговаривать? Изменить направление. Я его не уговаривал. Вопрос в том, что, Что такое первоначально шансон в нашей стране? Это песни со смыслом, С душой, С содержанием текста. Это песни, написанные чаще всего Авторами-исполнителями. Это люди, которые хотят выразить Свою собственную мысль, Идею, чувство, желание Донести до публики то, Чего сам хочешь. Вот я сейчас скажу сенсационную новость. Во всем виноват В моем преображении Один человек, сидящий здесь В зале. Это Слава Медяник. Скажу, как на духу. Дело в том, что, когда закончилась Последняя концертная история Нашей Аллы Борисовны Пугачевой Сны о любви, программа, Которая поехала по всему миру, Я приехал домой и не знал, что делать. Мы с Али сели И говорили о жизни. И мы решили Позвонить человеку, Которого Я очень давно знаю, люблю и уважаю За его творчество, За его честную И трудную жизнь, на самом деле. Я позвонил Славе, Он говорит, просто Приезжай, говорит, поговорим. И я приехал к нему. И благодаря этому разговору Я решился на эту историю И стал петь Эстрадный шансон. Мой девиз такой От Азнавура до Высоцкого. Там, где есть искренность, Надо попытать счастье Понравиться вам. Наташ, мы всегда вот Ты не первый раз в нашей студии В качестве эксперта Как к специалисту обращаюсь Мне все ясно здесь Клинический случай Мне все ясно здесь Я вам сейчас расскажу Тайну о сегодняшнем волшебном вечере Хорошо Просто вы абсолютная сомнамбала У вас крест между Опорой и вашим столбом На связи с Творцом Если бы был учебник По производству доброты И искренности Да, любви То вы бы были иллюстрацией То есть, смотрите Что такое сомнамбула? Она сама умеет делать чудеса Вы как впадаете в магнетизм Так же точно обладаете Ровно такой же частью Этого магнетизма Вы можете ввести массы в гипноз И точно так же Вас вводит пограничное состояние Женщины с сильной болей Но почему вы с ними не спите? Потому что это Сердечный и мозговой восторг Он не ниже Вы парная Вы парная энергетика Смотрите, с вашей супругой У вас общий яркий золотой шар Вы идете по жизни Но вам нужна пища Пища для сердца, для ума И для вот этого столба энергетического Которым вы творите и пишете Понимаете? И тогда появляются музы Музы Тот голос, тот голос, взгляд Это такая любовь, какой ее задумал Господь Мы подходим к финалу нашей сегодняшней программы Я хотела бы пригласить сейчас главного героя сегодняшней истории Александра ко мне Саша, вот столько великих женщин, да, было в твоей жизни Но мне хочется задать тебе один сокровенный вопрос Кто она, главная женщина в твоей жизни? Ну, я жена Давайте посмотрим На фотографии Саши Нежны Вот она, главная женщина в жизни Александра Левшина Каждому творческому человеку Тем более, если он мужчина, нужна муза У Александра было много муз Но любовь у него одна С вами была Оксана Пушкина Программа «Я подаю на развод» С любимыми не расставайтесь До встречи Людмила долгие годы носит в сердце обиду на свою мать И считает, что мама не раз предавала ее Не защищала, когда старший брат жестоко избивал Людмилу Все вспоминается постоянно Закрывала глаза на то, что друг семьи регулярно насиловал девушку Может, деву упустила Людмила винит мать в том, что ее гражданский брак распался Сумеют ли мать и дочь разобраться в своих отношениях Получится ли у них понять и простить друг друга Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин